Немного сероватая, то есть не белую, а сероватую, где-то розоватая, где-то голубоватая. Правильно, правильно. Сначала набери сероватую однородно, а потом немножко догоним, подбросим туда и цвет. Серый сейчас, да, будем изучать, как серый добыть. Значит, берешь влагу, берешь белило, делаешь слякоть. Голубой, розовый получился сиреневый. В разные пользы, то в пользу розового, то в пользу голубого, разные получаются оттеночки. То розовит, то голубит. Плюс легенький коричневый, и у нас появляется более серая ситуация. То есть такой серебристый цвет. Именно коричневый, этот замес фиолетовый, делает серебром. Слякотно набрать. Добираешь белил, добираешь влаги, добираешь цветнил и набрать, то есть как бы затонировать холст. И ты видишь, я делаю такие вот выпули на холст, то есть не выкрашиваю, а набор делаю. Так или так? Все равно. Но главное, что... Ну, удобнее просто вот так. Давай. Давай. Сначала на палитре замесать цветик. Не тот немножко. В нем не хватает, и много краски задействовало. Смотри, если ты явно не попала в цвет, то это не значит, что в это же надо нагонять и нагонять еще. Кисть вытерла, ушла в стороночку от замеса, и здесь добрала недостающую. Давай. Больше белил. Больше жидкости. Давай. Ничего. Ну, можешь еще больше белил. Молодец, что видишь, что не то. Значит, растолочь, растолочь. Добавить голубого и розового. Еще белил. Очень много краски оказалось в кисти уже. Просто ее очень-очень много. Поэтому она никак оттуда не вылетит. Она и на палитре много. Ого. Можешь вытереть. Не, не надо. Сразимся на месте. Белила. Явно голубил не хватает. Вот. Вот я прямо палитру устроил теперь. Прямо на холстке. Хорошо? Хорошо. Плохое движение. Так мы красим окна. А мы с тобой за живописное решение. Плюс влагу, 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 влагу. Понятно? Ага. И фигушкой тряпки успокоила, распределила слои краски. То есть так, чтобы краски было немного. Просто распределила. То есть вот эти вот сгустки уйдут. Соверши. Угу. Фигушкой. Фигушкой. Фигушкой тряпки. Не так, как окно моем. А так, как рабочий инструмент. Угу. То есть такая подушечка. Угу. Именно подушечкой не вытирая краску с толста, а распределяя. Ладно? Угу. А теперь сделаем хитрый ход. Наверное, надо выйти. Собрать мастихином в кучку. Сейчас сделаем. Собрать мастихином в кучку. И протереть центр. Угу. Но даже это сейчас может быть не самое актуальное. А актуально вытирая. Показать светлые места в картине. Знаете, что это? Давайте посмотрим. Сколько цветков. Это вот один цветок, да? Ты знаешь, не рисуй цветки. Ага. Рисуй светлые пятна на картине. Примерно располагая их, где они находятся. Ну, скажем. Вот эта линия устремлена к середине. По диагонали, да? Угу. Устремлена. Угу. Ее не трудно найти. Она на диагонали. Она устремлена к середине. Значит, только линии пятна. Пятно. Как пятно. Вот так не надо вырешивать. Да. Нет, нет, нет. Затем крупное световое пятно там. Угу. Достало его. Вытиранием. Вытиранием. Достало. Розовое пятно. Вытиранием. Достало. То есть, раскидать основные пятна. Потом уже в это мы начнем вгонять. Угу. Прямо тряпочкой, как мы уже и делали. Фигушкой тряпочки будем вгонять. Где-то светло-бело, где-то светло-розово. Появятся вот такие плотности краски. А заодно и светлости, а заодно и сиятельности. Ты видишь, что она сияет сразу? И благодаря вот этому расплыванию светлого. И благодаря плотному светлому. Давай пятнышки понашвырять. Хорошо. А пятнышки какие-то? Пока нет. Просто выгружай. Остается все остается. Федра, я прямо вытираю. Смотри, вытираю. Вытираю. Ты рисуешь уже. А я просто вытираю. Просто создаю светлое пятно картами. Не рисуй пока. Все равно хочешь вырисовывать. Может быть даже повернуть картинку и повернуть это. Чтобы у тебя не было ощущения рисунка. Чтобы у тебя был просто пересчет пятен. Ну так заставить себя сделать пересчет пятен. Например. Уже так мы их менее привычно верим. Такое. Ну давай. Давай перевернем. Значит мы с тобой хотели зачистить палитру. Чтобы она нам уже не препятствовала белую укладывать. Зачистили. Смотрим дальше. Теперь опять же берем фигушку тряпки. Берем белильца. Можно даже пока не пытаясь подмочить их. Поищем рисунок. Как мелом на асфальте. Угу. Вот оно. Вот оно. Тихонькое. Легкая почкотня белилами. Припачкивание. Мера краски очень незначительная. Но это уже сиятельно. Правда? Да, конечно. То же самое вот в этих местах. То есть теперь уже ближе к рисунку. Значит вот то, что я намалевала здесь. Это ты наметила. Наметила. И заодно зачистила территорию. А теперь ее упаковываешь белилами более точно. Подразумевая рисунок. Отличненько. Давай так. Еще беленькие там где встречаются. Все беленькие. Поперечислить. Ну пока просто идеально действует. Это уже картинка. Сейчас приложите в руку. Понятно, да. Я приложу. Хорошо. Значит, что можно сделать сейчас тоже революционно. Опять взять вот эти цветики. Голубой, розовый. И вот допустим у нас внятный колокол. Глубинка, да? Да. И мы прямо эту глубиночку вот так вот пальчиком выстраиваем. И заодно выстраиваем этот сюжетик темных лабиринтов. Ага. Вот она. Вот она. Направленность задаем. Как мы это делали. И тряпочкой разумно это делала. Задаем эту направленность. Смотрим. Белый очерчивает несколько. Вот это место. Еще более светло. Есть такое, да? Тоже обязательно показываем движение внутрь цветка. Внутрь. То есть мера краски чуть-чуть наполняется. Но тихо. То есть не напряженно. Все очень тихо. Какие-то звучики розовенького характера участвуют. Такие тихонькие. Тихонькие. То есть с тех пор как у нас там белится, это можно просто припачкать розовым. То есть не на розовить без ума, а припачкать. Уже какие-то настроения. Чуть больше розового. Чуть-чуть коричневого. Вот там у нас теплинка. Теплинка тычинок и рефлексов от тычинок. На бока отраженности. Это коричневый и красный. Ну пока очень приблизительно. Это не значит, что если ты желтый положишь, то тоже не ошибешься. Просто тепленький цвет. Вот он, тепленький цвет. Уже даже намек на тычиночки. Можно пальцем, можно вот так прямо ногтем, можно мастихином. Кому как не лень. Иногда лень, иногда пальцем делаешь. Сделать намеки на сами тычиночки. Взять желтенький, но с розовеньким. Желтый любит компанию розового. И чуть-чуть понаставить тычиночек. Прямо пальчиком. Это вкусненько. И уже как-то что-то формируется. Взять беленький. И прямо отрисовать. А не надо? Смотри, смотри. Отрисовать внятный край. Не надо размаживать на палитре белое. Посмотри, вот я чуть-чуть размазываю, совсем чуть-чуть, да. Просто мне нужно уже вещество, чтобы, ну, некоторая густота, чтобы отсечь. Отсек. Провис здесь лепесток и пошел сюда. Похожим образом поработаем здесь. Хорошо? Хорошо. И розовенький, помнишь, пальчиком прямо розовенький. Потом эту глубокенький. А может не это закончить? Нет. Работаем сразу везде. Не застреваем на одном куске, а работаем везде. Кроме этого, ты можешь, ну так, в качестве развлечения взять, допустим, голубоватость чуть-чуть подсунуть. Какая она там есть, да. Уже будет чуть богаче картину. У картины появятся цветовые проявления. Здесь розовый, там голубой. То есть тоже взяла, чуть-чуть подпустила цветика. Еще веселее становится, правда? Так, еще я утащу. Здесь. Каким? Ты помнишь, мы взяли просто все те же, только смугло. Смугло. И опять начинаем формировать что-то. По направлению лепесточечка. По направлению. Это подложи еще какой-то цвет. Давай. Давай. Давай, давай. Давай, давай. Все пока делай. Давай. Ну-ка, пакет. Вот эти траектории нужно разглядеть. Смотри. Вот траектория лепестка. Вот она. Не вдоль, а поперек. Поэтому показать это. Ну и розовенький. Подпустить. Чуть-чуть. Причем там даже розовенький лепесточек загнулся. Чуть-чуть. Загнулся. То есть, вот это место загнулось. Шел лепесток вот так, а оттуда загнулся сюда. И уже появляется усложнение формы. И соответственно. Соответственно. Красотей. Красотей. То есть, вот эти вот вещи разглядываем. А здесь он закончился. Этот лепесток таким обрыванием некоторым. А это вы сейчас какой-то? Синюшка, которая у нас тут серенькая и была. Обрыванием закончился. Сейчас, сейчас, сейчас. Смотри. Закончился. А здесь вообще профилечек лепестка. Профиль. И тоже желательно показать вот этот профиль. Совсем профиль. Смотри. Здесь уже действительно только так. Потому что у нас просто не хватит ресурсов пальца. Хотя, вот если где-то есть хватание ресурса, показываем еще и так. И немножечко теневая под лепестком. Немножечко теневая. Смотри. Лепесток сюда. Лепесток сюда. Лепестки туда. Не вдоль пальцем ходим, а уходим вместе с жилочками лепестка. Ну и в дальнейшем так же пока. Вот этот? Да. Крупный лепесток, который смотрит. Просто его фаз. Фаз лепестка. Просто фаз лепестка. Просто жилочки лепестка. Смотри. Просто жилочки. Просто фаз. Что-то такое? Да. Поэтому ты сюда чуть-чуть нагонишь билетинки. И отчертишь кругло. И вдоль лепестка. Давай так. Направление тоже. Это чего это? А, у тебя этот палец плохо ленется, да? Да. Ну ладно. Все, все, все. Иногда в два пальца можно. Два пальца. Три пальца. Тогда порегче будет. Вижу эту загогулину. Очень в нужное место поставила. Да. Очень хорошо. Ну прямо. Вот не знаю. Ощущаешь ли ты? Можно сейчас стульчик? Ощущаешь ли ты? Но ты? Такое ощущение, что ты выросла. Да. Я тоже почувствовала. Ну третий раз уже. Можно и много раз ничего не делать. Чего ты появился? Рассуждаешь. Очень, очень у тебя хороший ум. Что? Ум. Готовый трудиться. Слава Богу. Так. Давай вот здесь вот понапустим вот тех темнот, которых здесь не хватает. Сейчас, сейчас, сейчас. Даже не тычинки сначала, а теневые. Ну да. Смотри, там есть вот эти вот темненькие проявления. Темненькие. Темненькие. Понапустим, понапустим, уже будет глубинка, то есть глубина появится у нашей картиночки. Анализируешь прямо вот въедливо так. Молодцом. Спасибо. Я сейчас как бы только пылю краской. Пылю. А дальше возьму палец и умягчу до тех дымов, которые там представлены. И ты этой же темнотой, которая тут уже у нас, это опять же тот же цвет плюс коричневизна. Голубой розовый плюс коричневизна. Чуть-чуть понаходи вот этих глубоких мест. Смотри. Раз глубинка. Раз глубиночка. Может быть еще углубить здесь. Такой прямо глубоко-глубокое сделать. Чуть-чуть вот этих настроений. И еще усилить темноту. Это наверно полято. Так. Посмотрим. вот это пятнышко. Ну хорошо, что немножко там ошибочка у тебя. Понятно, что эта ошибочка не краеугольная. Ну будет у тебя такой лепесток. Но там поскольку все красиво, желательно приблизиться максимально. То есть съесть вот эту теневую аж сюда. То есть она вниз пошла. и это вниз пошла. Туда, к середине. К середине по высоте. А там леденькая абрикосовая теплость. И тоже прикольно. Вот это вдруг появляется цветовое. Просто седенького цвета. И тут у нас еще появляется возможность додавать вот такие звуки. Раздавленные белила и любые светлила звучат сиятельно. Ты согласен, да? Что это сиятельное звучание цвета. Снизу помогаешь пальцем, ну или с краев помогаешь пальцем. И там, где это необходимо, раздаешь уже аж такие белила. Флотные, густые, но раздавленные. А ну да? Смотри, как преображается все. Похожее совершишь и по краям здесь. По краям и по площадкам. Тоже наблюдаешь, не получилось ли чего красивого. Если получилось красивое, но не вполне соответствует тому, но красивое и уместное, незачем гоняться за тем. Оставляешь как у тебя, а не как на фотографии. Тоже прикольно, да? Да. Может не очень понятно как, но красиво. Потому что когда один поможет другому лепесток, станет понятно как. Вкуснятины? Пощупай такое. Ой, не получится. Но, что ты раньше времени. Неправильно мастихин держишь. Вот поймал тебя на... Мастихин не держим здесь. Это не способ укладывания. Мастихин, вот его рабочая часть, он как сжальце. Он как сжальце. Все, рука заштырена, попалась. А так как сжальце. Вон. И много белил, не наваливай. Скажите, а вот этот вот? Ну, поскольку ты делала вот таким образом, то оно, естественно, не очень звучит. Смотри. Смотри, как вот это положение мастихина уместнее. Можно. Но! В помощь этому еще и идею жилочек. Хорошо? Да. Смотри, сразу, сразу все зазвучало. Идею жилочек. Ну-ка, красочки. Ну-ка, раздавливай ее. Подожди, подожди, куда? Вот туда, по направлению. Очень увлеклась грилами. Поменьше красочки. Смотри. Поменьше. То есть отсюда, туда гонишь. Оттуда, сюда. Пальчиком. Вспомогаешь. А ну? Давай так. Ну, выбор места. Переборщила вещества. Ну, ты уже несколько раз переборщила. Раздавливаем. То есть малую меру. И раздавливай. Смотри. Ты как бы только бреешь, бреешь. А ты и раздавливай. Раздавливай. Вон. Такой звучит. Просто раздавить. А вот он пальчиком чуть-чуть вспомогла. И красота. Пальчиком чуть-чуть вспомогла. И вон какая волнистость линии. Посмотри, что делается. Посмотри, какие колеси. Ну, с берилами не переборщили. Так. Еще немножко помоделируй. Вот этот кусочек. До. В виде фары. Я его в сиятельное состояние ввел. И красавец. Так. Оставь. Так. Да, да, да. То есть я его... Ты его кругляшком, а я его немножко сбил. Чтобы не было слишком геометрической фигуры. Вот в таких местах тоже вспомогла пальчиком. Голубиночку сюда поднагнала. Да? Смотри, такая нежненькая голубиночка. А тут розовый еще надо. Подложи. Вот так. Только розовиночку прямо возьми. И лиза. Розовица. И чуть-чуть сиятельно и розовый. Прямо. Ну, как ты уже и начала. Ты уже и плеющая, и раздавливающая задействовала. И потом пальчиком. Лясь. Давай так. Наиграть. Чтоб она чуть-чуть понаряднее стала. Смотри, кроме крупных звуков, появляются мелкие. И мелкие, ага, начинают уже дополнять содержание. То есть, так слишком много крупных. А тут вдруг мелочевочка. Поехали. 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 П hereпjak начинают. Ип posterиулы и приятные земли. Вот же practiciaлimonila. Ну,ículos мы тоже должны увеличить з octave порошανой дорожной болты. Ну, Weise не будет, но вот что там этаuestos есть абсолютно оригинальная. Будем говорить всяilst outside. Ты видишь, сейчас, когда там все уже разбросано, вот такие вставочки цветовые не составляют серьезного труда. То есть запросто их можно туда наращивать, и они соглашаются. И голубоватенькость помигает. Там не видны тычиночки того цветка, ножки их. Я сознательно преувеличил их различимость. Ну, чтобы не было уж так сильно мутно. Похожим образом поступим и здесь. И ты видишь, я сейчас работаю везде, стараемся и сами тоже так же поступать. Работать везде, не сидеть в одном месте картины, что ты и делала всю дорогу. Для того, чтобы вся картина собиралась, не было неучаствующих в целом изображении каких-то кусков. Потому что все друг друга поддерживают. Если мы упремся вырисовать только это место, не учитывая тени, розовости, да, еще что-то. Будет, ну просто не... Оно и здесь вкусно не будет. Просто потому что нет, не будет рисунка, не будет взаимной поддержки. Ну, сумбурно проговорил, но тем не менее. Вот эти чирки, звучики, мелкие. Крупные мы накидали, теперь мелкие. Дополняю. Матурочка, конечно, у меня слишком темная, по-моему, совсем. Да? Не-не-не-не-не-не. Там достаточно темно. Не-не-не. У тебя здесь все в порядке. Или в отрезки лепестки, может быть, крупнее делать, да? Наверное. Не-не-не, да все хорошо, все хорошо. Просто чуть-чуть цвета там не хватает. Не-не-не, там все в порядке. Не-не-не. Там все в порядке. Там все в порядке. Вот маленький, может быть, перебор, но все равно симпатично, что там голубоватый манок. Еще и кончик выразил, чтобы он вышел на нас. Толщину лепестка протянул. Уже толщину лепестка. И благодаря вот этому месту нет ощущения, что и остальные лепестки, как бумага, тонки. Нет. Это плоть. Так, все отбиливается. Вот, просто звук. Я там вообще две пупышечки. Я взял, озвучил жестиком. И не важно, как они там потерялись. Вот, вот здесь выявлен рисунок. А здесь можно и просто перечислить пятна. И все равно понятно, что это лепестковость. Опять же, ты видишь, что я работаю в нескольких местах одновременно. То есть и там, и сям. То есть везде, где касается... Где обращаешь на что-то внимание, тут же подбрасываешь. Не сидим на одном месте картины. Даже если она очень красивая. Стараемся работать везде. Одной желтый, да? Нет, желтый с краснотой. Желтый любит компанию красноты. Теперь еще и... Светлячоники. Все выпуклилось. Мотихолюсенькие. Мотихолюсенькие. Ты видишь, там все довольно тихо. Поэтому, если... А, вот эти тебя места беспокоят особенно, да? Вот эти чернота и вот здесь, может быть, более... Это тоже лепесток? Или нет? Ну, мне нравится, что там тишина. То есть, ее чуть-чуть можно снабдить, но не вырисовывать. Вот. Ну, если хочешь, то можно что-нибудь наметить более внятное. Посмотреть. В крайнем случае, в муть загнать всегда можно. Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Смотри, чуть-чуть я цветик подбрасываю, и этот мрак перестает быть противным. Вот он зарозовел, а здесь голубой подсунут для разнообразия. О, ой, ой, ой. Давай еще немножко там поиграй, поиграй. Ой, я боюсь это. Ну вкусненько, да? Вот такие вот крупные цветы. Прямо в сказочке какой-то. Очень приятно. Нарисовать тычиночки. Вот они, тычиночки. Тычиночки. Это же тоже лепесток, да? Это все лепестки. Но если мы всю логику прорисуем, во-первых, там мы ее не можем доразглядеть, мы видим вот этот лепесток. Мы видим некоторые проявления света и тени здесь. А, я упростила его, точно, упростила, он стал просто пятном. А здесь он ушел таять. И очень хорошо ушел таять. Потом вдруг, например, голубиночка. И вот шип-шип-шип-шип-шип-шип-таять. Вот у нас кто главный. А там, ну, и что-то. Здесь надо добавить голубизну? Здесь, да, я бы добавил. Прямо взял бы тряпочку, взял бы голубиночку и подштриховал туда. Добавь. Еще раз проговорю о том, что художник знает, в какую меру он может выписать хорошо. Очень много потолков, уровней потолка. Вот этот художник, в принципе, способен выписывать. И он больше прорывается в сторону выписки. Другой знает, что у него хороший старт, а концовка ерундовая, скучная. Не доводи до концовки. Вот какую-то меру доползла, или дошла, или долетела. И чувствуешь, что дальше ты слабак уже. Вот здесь ты еще ориентируешься, а дальше слабак. Ну, оставь. Лучше пусть она будет недосказанной, чем засушенная, замученная. Пусть легкий характер живописи будет. Это раз. Во-вторых, то, что есть сейчас, ты как знали, что там было еще что-то интересное, еще, еще, еще. Пройдет некоторое время. Так же, как иконы, они как бы намаливаются нашим вниманием. Нашим вниманием. Мало того, в Древней Греции, вот о святыне, само понятие святынь, вот то, что для человека святынь, и в Риме, и в Греции. Вот если для человека что-либо святыня, то мироточили даже статуи мраморка. Говорили, статуя плачет. Ой, потей, потей. Люди смотрят, мы смотрим, вот эти наши воздыхания, наше внимание доделывает то, что мы не доделали. Таинственным образом. Поэтому, не надо перемучивать, пересушивать. Надо еще и Богу оставить, ну или ангелам оставить. Ха-ха-ха. Ты, Чирночка, поставь. Поставь, поставь, поставь. Ой, я боюсь.